Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Я уж тогда скажу несколько слов. Я к Хачубайсу отношусь сложно, поскольку его идеологические пристрастия мне активно не нравятся, но как человек я считаю, что он очень фигурацельный и интересный. И если бы его перевербовать и правильно использовать, из этого бы мог выйти толк. К слову сказать, проект президента СССР это как раз был способ перевербовки. Но, к сожалению, людей, которые могли бы такую операцию провести, реально я не нашел. Ну, неважно. Значит, буквально несколько слов я сегодня скажу, а потом большую часть передачи мы посвятим ответу на вопросы. Прежде всего, отвечу, да, мне тут, я вот читаю тут сообщение, ничего гениального, если бы мы попали, могли прийти к Путину, мы бы тоже были бы гениальными. Позволю себе не согласиться. В силу того, что я работал не с Путиным, правда, не сказать, с Путиным я работал, но он тогда был начальником управления в администрации президента, а с Путиным, президентом я не работал. А вот с президентом Ельцином я работал. Я могу вам сказать, что рядовой обыватель, попадая к человеку масштаба президента ядерной державы, не способен ему сказать ничего, что ему было бы интересно. Людей, которые понимают, что бы ему могло быть интересно в стране, я думаю, несколько сот человек. Большая их часть – это либо ближайшее окружение по работе, либо ближайшие личные друзья. У меня имеются некоторые представления на эту тему в силу опыта, поскольку я входил в некое окружение Ельцина, не личное, а как бы по работе, поскольку я писал о бумаге. Я поэтому имею некоторые представления, только некоторые. Некоторые аспекты я обсуждать не могу. То есть, если я и понимаю, что можно сказать президенту только в сфере экономики и управления правительством. Вот это те темы, которыми я владею и, наверное, даже до сих пор. А, соответственно, в других темах я молчу, но, повторю еще раз, рядовой обыватель ничего интересного президенту сказать не может. У меня даже была по этому поводу смешная история. Вот в книжке, которую я упомянул и которую сейчас читает Сережа Даренко, уже даже успел прочитать первую страницу, в которой мы как бы написали свои благодарности, там приводится такой пример, году в 2001-2002 я еще был в такой глубокой опале. Ну, собственно, я и сейчас в глубокой опале, но не такой глубокой. Так вот, я был на неком мероприятии, на котором было несколько олигархов. Один из которых подошел ко мне, потому что у него была назначена первая для него встреча с Путиным. А индивидуальная, личная. А он знал, что я работал как бы в окружении Ельцина. И он мне говорит, вот у меня тут встреча, я хочу сказать Путину то-то, то-то и то-то. Я ему говорю, это Путину будет неинтересно. Он говорит, а почему ты так думаешь? Я говорю, ну вот представь себе, что у тебя через там два дня встреча с Вориным Баффетом. Ланч, 20 минут, что ты ему скажешь? Он говорит, нет, я понимаю, что я ему не интересен. У него миллиардов больше, чем у меня, ну, условно говоря, в 50 раз. Но дело даже не в том, что больше миллиардов, а дело в том, что у него взгляд сильно более широкий. И я могу ему сказать только очень узкие вещи, которые касаются моего узкого сектора, в котором у меня миллиарды. Но я не исключаю, что у него есть взгляды на эту тему от других людей моего масштаба, которых в мире несколько десятков. И, в общем, и по этой причине мое мнение будет ему не очень интересно. Я говорю, ну вот замечательно, а вот ты подумай сам, да? У тебя хоть есть миллиарды, да, как и у Баффета, да? А вот у Путина полторы тысячи или сколько там тогда было ядерных боеголовок, нацеленных уже, да? А у тебя вообще ни одной. И тут он, значит, репу почесал. Вот, но, как бы, судя по всему, недопонял по некоторым последовавшим событиям. Но это не важно почему. Так вот, значит, теперь краткое мое выступление. Значит, сегодня уже, наверное, можно сказать, почему за последние, там, две-три недели был такой мощный наезд на Путина со стороны ряда западных структур, связанных в том числе с обвинениями в коррупции, в организации убийств Литвиненко. Я уже говорил, да, логику, которую мне объяснил один мой знакомый, который в этом деле разбирается. Он меня спросил, видел ли я фотографию умирающего Литвиненко с хорошим разрешением. Я говорю, нет, я видел только в интернете. Он говорит, вот зря. А есть в интернете фотографии с хорошим разрешением. Он говорит мне, еще повторяю, вот как бы за что покупил, за то и продаю. Поэтому я, поскольку фотографии не видел, то рекомендую всем эту фотографию найти. Он говорит, а ты бы увидишь, что у него волосы на груди. Отсюда немедленно любой грамотный следователь сделает выводы. Первое, он умер не от радиоактивного заражения. Второе, волосы ему обрили. Но это мы знаем, потому что это было написано. Известно даже, кто это сделал. Это сделала не то жена Закаева. В общем, я про это читал еще как бы тогда, что ему обрили волосы. Но под видом того, что иначе они выпадут сами и уже не вырастут. А если их сейчас обрить, то, может быть, не выпадут и тогда вырастут. Но дело не в этом, а дело в том, что при радиоактивном заражении выпадают все волосы. И не может быть такого, что на голове волосы выпали, а на груди остались. Так вот, но самое главное, третий вывод, который должен был сделать любой следователь, он должен был тут же заподозрить, что люди, которые обрили ему голову и сделали соответствующую фотографию, знали, что в будущем будет предъявлено обвинение в его смерти от радиоактивного вещества. Дальше можно делать далеко идущие воды, я их делать не буду. Значит, так вот, наезд на Путина. Почему? Почему наезд на Путина? Сегодня мы получили ответ. К Путину приехали, там, глава Баварии, там не то заместитель Меркель, ну, в общем, второе-третье лицо в ХДС, ХСС, руководитель Австрии, и под конец приехал Киссинджер. Я уже говорил о том, что сегодня в западной элите раскол, который наметился еще в 2011 году после дела Строскана, и который носит абсолютно объективный экономический характер, он был заложен еще в Бреттон-Русских соглашениях 1944 года, и смысл которых состоит в том, что нужно либо спасать мировую финансовую систему за счет Соединенных Штатов Америки, за счет экономики США, либо надо спасать экономику США за счет ресурсов мировой финансовой системы. Соответственно, вся мировая элита разделилась. Да что для них важнее? Те, кто свой ресурс питает в основном из мировой финансовой системы, для них принципиально важно ее сохранить, потому что в противном случае они могут утерять свой статус. И это финансисты, которые ставили у нас правительство и Центральный банк. Мы вообще как бы всю команду. Но от них в 2011 году откололась группа, которая считает, что спасать надо экономику США. Я не буду сейчас подробно разбираться, возможно ли успех в рамках этих двух сценариев. Но тем не менее, они существуют. И люди, с которыми хочет разговаривать Путин, это как раз те, кто откололись от финансовой элиты. Это принципиально важно. Потому что этот раскол очень глубокий, под ним объективный характер, склеить его нельзя. И он индуцирует раскол между Путиным и правительством. Сам Путин, судя по всему, этого еще не понял. Но давайте отдадим себе отчет. Набиулина, Шувалов, Дворкович, Кудрин с теми, кто в Лондоне обвиняет Путина в убийстве и коррупции. Это одна команда политическая, она мировая. Мы же шли в мировую систему с 1991 года. Вот мировая элита индуцировала у нас свой кусочек. А сейчас она раскололась. И Путин работает с другой частью этой команды. Не с той, которая работает с нашим Центробанком и с нашим правительством. Отсюда вывод, что рано или поздно этот раскол у нас в стране станет настолько сильным, что нужно будет выбирать. Либо Кудрин, Шувалов, Дворкович, Набиулина, ну там, тыр-тыр, чубайс, тыр-тыр-тыр-тыр-тыр, либо Путин, либо, либо. Я с большим интересом смотрю за развитием событий. Знаете, сижу в первом ряду с ведром попкорна. Мне тут прислали сообщение. В книжном магазине «Москва» на Тверской вашей книги нет и не было. Разумеется, она передана на прошлой неделе в редакцию, и поэтому она появится где-то, я думаю, в течение месяца. Ну там как получится. А теперь мы, соответственно, переходим к ответам на вопросы. Но прежде чем отвечать на вопросы, и так что я всех призываю звонить по телефону, 8, какой у нас там телефон? 495-73-73-948, ну то есть 94 и 8. Повторю еще раз. 8-495-73-94 и 8. И предлагаю устроить голосование. Голосование следующее. Поймет ли Путин, что сегодня лидеры правительства и Центрального банка его политические враги до того, как они вместе там с BBC и как бы с частью финансовой элиты его скинут? Ответ да, Путин поймет. 8-495-134-21-35. Ответ не поймет, и они его сожрут. 8-495-134-21-36. Повторю еще раз. Первое. Поймет ли Путин, что нынешнее руководство правительства и Центрального банка его политические враги? Ответ да. 8-495-134-21-35. Ответ нет. 8-495-134-21-36. Начинаем отвечать на вопросы. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил Иванович. Алло. А, сейчас мне нужно одеть наушник, а то тут. Слушаю. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Я, в принципе, хочу бы узнать, для нас, для рядовых россиян, или просто людей, которые живут в России и Европе, какой для нас вариант развития событий, что нам нужно делать, исходя из того, что мировые элиты друг с другом сейчас соперничают, как вы говорите... А смотрите, у нас же очень интересная была картина. Мы в 91-м году знали точно, что есть мировая элита, и с ней нужно дружить, потому что альтернативы нет. Вот у нас была своя элита до там, ну, условно говоря, 85-го года, когда она решила все сдать. А, соответственно, а сегодня ее уже больше нет. Значит, мы должны идти туда, потому что больше идти некому. Ну, вот же начальники, да, они решают. И, соответственно, с ними надо договариваться. И вдруг сегодня обнаружилось, что есть два варианта. Причем не просто два варианта, а которые, в общем, во многом определятся еще до ноября этого года, потому что в ноябре выборы в Соединенных Штатах Америки, и придет к власти представитель либо одной группы, либо другую. После чего та, которая проиграет, ей будет очень плохо. Вот мы должны из двух групп выбрать. Путин выбрал. Но только непонятно одно. Он выбрал одну группу, а при этом, соответственно, экономику поручил другой. Я поэтому и говорил, что мы находимся в идиотском положении, когда... Если бы Александр Невский, отправляясь на битву с Тевтонским орденом, поручил бы снабжение своей армии дочерней фирме Тевтонского ордена. Вот. Я поэтому и вопрос задал, поймет Путин это до того, как они его истребят, или не поймет. Ну, вот, собственно, и все. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. Здравствуйте. У меня такой вопрос. На экономику Путин не может ничего избирать? Не может влиять? Или не хочет? Ну, такой пример. Нет, давайте не будем... Пример. Вы задали вопрос. Может или не хочет? Я еще раз повторяю. Вопросы на политическом уровне принимаются политические. Это вопросы о власти. Путин понимал, что есть мировая элита. Он понимал, что правильную идеологию, которую устраивают мировую элиту, проводят Гайдар, Чубайс, Волошин, Юмашев, Кудрин. Шувалов, Дворкович, Набиулина. Ну, вот полный набор вот этих вот людей. Он их и держал. В 2011 году произошел раскол. После этого он начал работать с другой частью элиты, которая откололась. При этом экономику он оставил у представителей старой группы. Вот. И, собственно, основной вопрос, когда он поймет, что надо их менять. Вот и все. Еще раз повторяю. Пока это вопрос... Пока политически эта группа его устраивала, ожидать, что он их снимет, было нельзя. Сегодня ситуация изменилась. Здравствуйте. Слушаю вас. Скажите, пожалуйста, вот условиях мирового кризиса капиталисты не вергнут народа мира в очередную войну мировую? Ну, они попытаются. Ну, то есть, понимаете, в чем дело. Они очень не хотят ввергать свои страны во войну по очень простой причине. Финансисты в жизни своей больше всего боятся бонапартизма. То есть, диктаторов. И они всех потенциальных диктаторов истребляют железной рукой. Так был истреблен в США генерал МакАртур, так они истребили Джона Кеннеди, так они истребили Ричарда Никсона. Кстати, не исключено, что и Рузвельта. Он же умер в довольно странной обстановке, и некоторые считают, что он был убит. Так вот, именно по этой причине они до безумия боятся войны, при которой вероятность появления бонапарта становится сильно выше. Поэтому, да, конечно, они хотят войну, но чтобы она была где-нибудь там. Вот сейчас они хотят устроить войну на Ближнем Востоке. Может быть, они устроят войну в Евросоюзе, потому что уже понятно, что Евросоюз отказывается быть центром силы. То есть, всякого рода вариантов. Но сегодня уже понятно, да, что вот наезд на Путина был связан с тем, что он уже почти договорился, к нему уже люди приезжают. И явно совершенно, что была попытка не допустить, чтобы эти люди к нему приехали. Вот, собственно, всё. То есть, в этом смысле всё вот уже как бы шито белыми нитками, всё уже понятно, да. Что та партия, отколовшаяся, которая заинтересована в том, чтобы регионализировать мировую экономику, оформляется. И она готова с Путиным договариваться. Поэтому та партия, которая за мировую финансовую элиту и, соответственно, за мировую финансовую систему, будет уже драться очень основательно. Ведь, собственно, мы видим, да, она уже явно нарушила правила приличия, принятые в международных отношениях, перейдя на личности с руководителем суверенного государства. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, Михаил. Вы знаете, у меня большие сомнения, Путин, конечно, ничего не поймёт. Потому что он взят сильные клещи именно с западными неаконами. Почему у нас приезжают постоянно Кейсинджеры, там, Движинские? А помните перед крымскими событиями, Обама звонил ночью, как Шойгу разговаривал 5 часов снижением обороны Америки? Это всё-таки за контактами, очень близкие отношения. Тут большие сомнения, Михаил, понимаете? Поэтому мы полностью подконтрольны, я чувствую, Путин под западных неаконов. Поэтому опасная ситуация. Вы очень сильно упрощаете. Потому что, ещё раз повторю, политик живёт в рамках текущей ситуации. Неаконы проиграли в Соединённых Штатах Америки. Джеб Буш уже не... ну, фактически у него нет шансов стать даже не то, что президентом, кандидатом в президенты от республиканской партии. Поэтому эту линию на сегодня можно отставить. Так что вот так вот. Я не вижу в этом никаких проблем. А вот тут пишут, нельзя ли каким-нибудь образом сдвинуть камеру, а то меня не видно. Слушаю вас. Добрый день, Иван Иванович. Михаил, в высших сферах Обаму называют кнопкой Третьей мировой войны. Если действительно бабахнет, что будет с американским долларом и аварами? Значит, я не знаю, кто в сферах. Я про такого не слышал. Обама в данном случае мягкий изоляционист. Он, кстати, уже фактически сказал, что он выступает скорее за Трампа, чем за Хилари Клинтон, который откровенный представитель финансистов, а человек, который, пускай даже мягкий изоляционист, Третью мировую войну хотеть не может. Я еще могу предположить, что он хочет, чтобы была войнушка на Ближнем Востоке, хотя тут тоже есть сомнения. Так что, в общем, нет у меня такой уверенности. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил. У меня вопрос по вот этой приватизации, которую анонсировал Люкаев. Вот мы же уже научены, так сказать, что приватизация, она далеко не всегда приводит к попаданию собственности в руки эффективных собственников, и эффективность ими понимается не так, как ее народ понимает. Вот почему бы нам не начать с того, что потребовать вот обоснования? То есть, почему именно вот переход этой собственности в частные руки более правилен, чем оставить все как есть? Да вы поймите, неважно совершенно, никакого смысла экономического в этом нет, никакого повышения эффективности не будет, никакого изменения структуры экономики не будет. Эти люди, которые сегодня сидят в правительстве, они рулят экономикой уже 25 лет, и за это время они структуру экономики только ухудшали, а именно увеличивали в ней долю сырьевых доходов. Их волнует одна единственная вещь, последняя попытка сорвать большой куш, все остальное абсолютно неинтересно. Вот из этого и сходите, только и все. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Ну, не хотите, не надо, что же могу сделать. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте, меня Александр зовут, я из Москвы. А, вы знаете, мне вот такая вещь показала, что Путин, как бы, по принципу действует, держать врагов как можно ближе, а друзей на расстоянии. Как вот это, вы считаете это так или нет? Не знаю. Вот увольте. Да, я, еще раз повторю, я экономист, поэтому я анализирую даже не какие-то силы в мировой элите, я не специалист по мировой элите, я специалист по экономике. Я понимаю, что если есть мощный источник, там, денег, финансирование и так далее, а таким источником является эмиссия доллара, то должны быть группы, которые, во-первых, эту эмиссию контролируют, а во-вторых, ее пытаются использовать в неком направлении. Вот сегодня есть два варианта использовать, либо спасать американскую экономику, либо мировую финансовую систему. Одновременно не получится. Вот это принципиально важный вопрос. Теперь, соответственно, у нас уже скоро будут новости. Я повторю вопрос, который я задал народу-населению, слушателям нашим. А мы уже вот выяснили, да, что мировая элита раскололась. И мы обнаружили, что Путин работает на одну часть, работает с одной частью мировой элиты, а руководство правительства Центрального банка работает на другую. Вот что, повторяю, Путин пытается договориться, то есть быть партнером, а эти работают на. То есть, иными словами, Путин является политическим противником руководства правительства Центрального банка. Вопрос, поймет ли это Путин до того, как эти люди его истребят тем или иным способом, разумеется, западной поддержкой. Ответ, да, Путин поймет и что-то с этим сделает. Телефон 8-495-134-21-35. Ответ, нет, не поймет, и либеральная команда его ликвидирует. Телефон 8-495-134-21-36. А я всех призываю отвечать, поскольку мне кажется, что эта тема достаточно актуальна. Ну, а мы постараемся этот результат голосования до Владимира Владимировича довести перерыв на новости. Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хазин, напоминаю, мы голосуем. Вопрос следующий. Поймет ли Путин, что нынешнее руководство правительства и Центрального банка являются его политическими противниками до того, как они его ликвидируют на его посту? Ответ, да, 8-495-134-21-35. Или нет, он не поймет, и они такие его ликвидируют. Ответ, телефон 8-495-134-21-36. Еще один вопрос, который тут мне приходит с сайта, а на чьей позиции Ротшильды? Я, ну, как бы, может тот же вопрос задать по поводу Рокфеллеров и других конспирологических терминов. Я ничего не имею против Ротшильдов или Рокфеллеров, и даже ничего не имею против этого вопроса при одном условии, что тот, кто его задает, объяснит мне, что он подразумевает под словом Ротшильда и под словом Рокфеллер. Потому что если иметь в виду, что имеется в виду потомки Джона Д. Рокфеллера, известного миллиардера конца 19-го, начала 20-го века, то почему у них есть какая-то единая позиция? Это ниоткуда не следует. Вот, аналогичная ситуация с Ротшильдами. А если он имеет в виду что-то другое, то пускай объяснит. Я просто этого не знаю, поэтому мне так вот сложно. Продолжаем отвечать на вопросы. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Ну, не хочет, что же делать-то. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, от какой части мировой финансовой элиты зависел Ельцин, когда приводил к власти правительство... Значит, я уже это объяснял, повторю еще раз. До 2011 года это была единая, вполне себе, мировая элита. До 91-го года, ну, там, до 88-го, ее сплачивала ненависть к СССР и желание убедить эту страну и стоящую за ней элиты. После 91-го года они занимались распилом того богатства, которое они получили в результате распада. Сначала мировой системы социализма, а потом СССР. К 2008-му году начался кризис, когда стало понятно, что эти богатства кончились. В 2011-м году произошел раскол. В 2011-м году Ельцин уже умер. Не говоря уже про то, что он уже не был президентом. Здравствуйте, слушаю вас. Леон, Михаил, добрый день. Дмитрий, Москва. Я по поводу приватизации. Да, слушаю вас. Вот, в моем понимании, приватизация – это владение неким имуществом, да, там, неважно, вышка это или завод государства, что, само собой, подразумевает социальные гарантии для пенсионеров, для детей, учителей и так далее и тому подобное, для простых граждан. Да. А кто эти социальные гарантии будет потом исполнять? Значит, смотрите, есть одна очень интересная тема, да, формально при приватизации предприятий в 90-е годы, если вы помните, если вы были уже в таком сознательном возрасте, сопровождались некоторыми инвестиционными условиями, то есть тот, кто купил крупное предприятие, должен был вложить в него денег. Поскольку денег ни у кого не было из олигархов, они еще не были олигархами, им еще не подарили миллиарды, то по этой причине обычно это выглядело так. Олигарх брал в банке кредит, клал, переводил на счет предприятия, фиксировал, что деньги поступили, после чего эти деньги уходили обратно. То есть, иными словами, ни один инвестиционный конкурс, ни одно инвестиционное условие не было исполнено. То есть все приватизационные сделки в этом смысле незаконны, они все воровство. Теоретически предполагалось, что поскольку предприятия будут работать, то социальные гарантии будут исполняться за счет налогов, которые они будут платить в бюджет, и за счет зарплат, которые они будут платить своим работникам. В реальности обычно люди, которые все-таки должны были для того, чтобы выиграть приватизационный конкурс, дать кому-то взятку, для того, чтобы вернуть эти деньги, которые они дали в качестве взятки, начинали, например, с того, что станки, оборудование продавали в металлолом. Это была типовая ситуация. А в здании цехов открывали офисные центры или торговые центры. Все мы знаем такие истории, они были в каждом регионе, в каждом городе. Вот это преступление, за которое люди должны быть наказаны. Я и решение предложил, законы о люстрациях. А вот деприватизация не нужна. Поймите, одно дело деприватизировать завод, который может что-то производить, а другое дело деприватизировать пустой ангар, в котором уже нет станков и уже даже нету торгового центра, потому что он не обустроен, а главное, упал спрос в результате кризиса, который эти же либералы устроили. Так что вот такая вот ситуация. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Не хочет. Что за народ? Зачем звонят тогда? Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Это Александр Беспокович Михайлович. Очень бы хотелось, чтобы президент распознал то, что вы говорите, спрашиваете на голосовании вопрос. Можно ли предположить, чтобы он предпринял, если бы он понял это? А это меня не очень касается. Понимаете, у каждого человека есть свои представления о том, что нужно делать. Для меня, как для ответственного гражданина своей страны, главное попытаться довести ту картину мира, которую я считаю правильной. Вот этим я и занимаюсь. Что будет дальше? Знаете, как делай, что должно и будь, что будет. Вот я делаю то, что я считаю, что я должен. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Михаил Леонидович. Да. Добрый день. Вопрос к следующему. Хотелось бы услышать ваше мнение. В субботу, извините, по каналу «Звезда» вы участвовали в передаче «Процессы», если не ошибаюсь. Там говорились некоторые вещи, в частности, скажем, по поводу права собственности. В общем-то, я хотел бы сказать такую вещь. Вы вопрос задавайте. Собственно, вопрос несколько иначе складывается. То есть, он говорит о том, что, так сказать, вот нынешний кризис, в частности, на нефтяном рынке, который сейчас с падением цен, во многом может быть объяснен именно в позиции, скажем так, российских инвесторов. Вопрос в чем? Вопрос в чем? Ну, вопрос в следующем. То есть, вопрос касается, так сказать, следующего. То есть, следует ли России создать единый регулирующий орган, который бы регулировал, скажем так, поставки нефтепродуктов нефти? Значит, такой орган существует, он называется Министерство топлива и энергетики. Более того, если вы посмотрите на сайт Hazen.ru, где у меня есть еженедельные обзоры по нефти и газу, которые ведет такой человек Александр Хуршудов, очень знающий человек, то он говорит, что в отличие от ситуации 70-х, 90-х годов, рассчитывать на то, что ОПЕК сможет договориться о снижении добычи нефти, наивно этого не произойдет. А вот если, соответственно, говорить о том, чтобы снизить квоты на экспорт, то вот это вполне возможно. Цены на нефть при этом вырастут. Я как бы всем рекомендую Александра Хуршудова читать, он очень осмысленные вещи говорит. Здравствуйте, слушаюсь. Алло. Добрый день. А боится ли Путин этой ликвидации? Может быть, он спит и видит уйти с поста, да уехать жить в любимую Германию? Понимаете, в чем дело? При той ситуации, в которой он сегодня находится, при том козе, которую ему показали в Лондоне и Вашингтоне, спокойно уехать у него уже не получится. В том-то и все дело. Именно по этой причине формулировка вопроса, который мы обсуждаем, следующая. Поймет ли Путин, что нынешнее руководство Центрального банка и правительства его политические противники до того, как они его сожрут? Ответ «да». 8495-134-21-35. Или ответ «нет, не поймет и таки сожрут». 8495-134-21-36. Продолжаем отвечать на вопрос. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. Леонид Николаевич беспокоит. Скажите, пожалуйста, можно ли считать медицинским фактом доказанным результат деятельности Вашего Путина уничтожение независимой судебной системы в стране, растление органов прокуратуры? Да, значит, давайте смотреть. Во-первых, я не очень понимаю, что такое в данном контексте медицинский факт. Во-вторых, то, что у нас нет судебной системы, я даже спорить не буду. У меня есть богатый опыт общения с этой организацией. Я судился, вы будете смеяться, с администрацией президента Российской Федерации в басманном суде, поскольку меня уволили из администрации с грубым нарушением законодательства. Мне просто было интересно. Это происходило еще до того, как Путин стал президентом. Более того, человек, который представлял администрацию президента в этом процессе, потом сделал довольно успешную карьеру. И сейчас он очень успешен с точки зрения современных российских критериев. Так вот, именно по этой причине я совершенно с вами согласен. У нас нет судебной системы, у нас абсолютно расстрелена прокуратура и многие другие органы. Только произошло это до того, как Путин стал президентом. Более того, он стал президентом по приглашению той самой элиты, в которую на тот момент входили и Чубайс, и Волошин, и как бы все остальные, даже Ходорковский, Березовский и Гусинский, не забудем, которые все это сделали. И у него не было мандата на то, чтобы эту систему менять. Мандат он получил, только выиграв в 2012 году президентские выборы. Это произошло не так давно, меньше четырех лет назад. Вот то, что он с тех пор практически ничего не сделал, это с моей точки зрения его ошибка. Но я оцениваю ситуацию в данном случае как частное лицо. А Путин действует в рамках тяжелой политической ситуации. Мне кажется, что он опоздал, что ему нужно было начинать все то, что он должен был сделать раньше. Это с одной стороны. С другой стороны, он не мог не понимать, что сделать что-то без внешней поддержки невозможно. Сегодня Россия не настолько сильная держава, чтобы проводить полностью самостоятельную политику. А альтернативной той финансовой элите, которая поставила у нас вот эту вот коррупционную шайку в 90-е годы, она проявляется, начинает проявляться только сейчас. Раскол произошел в 2011 году. Нужно же еще было самоосознание этого раскола и начало активных действий. Сейчас ситуация будет стремительно ускоряться по банальной причине. Еще раз повторяю. Ключевой момент это ноябрь 2016 года, когда одна из двух этих вот глобальных партий получит пост президента Соединенных Штатов Америки. Здравствуйте, слушаю. Доброе утро. Можете прокомментировать сейчас прозвучавшую новость о том, что хотели вывезти деньги со всех банков России сразу? Ну, я думаю, что без верхних граждан это невозможно. Мелкому мошеннику, что это было? Кто хотел вывезти? Ну, сейчас в новостях сказали только что, когда вы переключались, сказали, что из всех банков России сразу пресечена попытка вывезти деньги из России. А, какая-то банда, да. Ну, какая-то электронная банда. Ну, сложно сказать, работает. Но, вообще говоря, людей-то пужают, что говорят, что у нас повторится внутри страны кипрская реформа, при которой вы приходите в банк, где лежит депозит. А вам говорят, вы знаете, поскольку у банка были проблемы, поскольку его предыдущие владельцы ваши деньги украли, то, чтобы банк не умер, мы без вашего разрешения конвертировали ваш депозит во вклад в уставной капитал. Вот вам сертификат на 1,3% уставного капитала банка. Вы делайте с ним, что хотите. Вряд ли такие угрозы приведут к повышению устойчивости банковской системы. Здравствуйте, послушайте. Алло. Да. Алло, здравствуйте, Алексей, в Москве. А вы в машину едете, да? Нет. Леонид, у меня вопрос такой, но по поводу того, что поймет или не поймет. Я думаю, не поймет, потому что его принципы своих не знаю. Вопрос. 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 Салюта. Вопрос задавайте. Вопрос. Вопрос. Принцип «не сдаем своих» работает в этом случае или нет? Нет. Нет. Потому что, когда речь идет о том, что у людей становятся разные политические взгляды, они перестают быть своими. То есть, Путин не сдает только до тех пор, пока его не продадут. Он очень болезненно относится к ситуации, когда его продают. Фактически, я думаю, он должен был уже поставить этим людям, начиная от Худрена и кончая многим другим, ультиматум. Ребята, либо вы со мной, либо вы с ними, с теми, которые меня обвиняют в коррупции и в убийствах. Посмотрим. Ну, я как бы с трудом себе представляю, чтобы Анна Биулина в этой ситуации бы выбрала Путина, а не любимые международные финансовые организации. Ну, кто знает. Мы посмотрим. Здравствуйте, ФСС. Алло. Михаил Леонидович. Да. Вот скажите, пожалуйста, вот в Штатах у них все-таки мощная политическая система, основанная на демократии. Но демократия, это как вот Черчилль сказал, что... Худший вариант, но лучшего нету. Вопрос какой. Вот смущает то, что вот... Вопрос какой! Вопрос. У них сейчас, они вооружаются, у них горы оружия. У них горы оружия. Значит, я не знаю, что такое демократия. Вот книжку, в которую мы написали, совершенно четко написано, что в демократии быть не может. Знаете, как говорил Муссолини, друзьям все, всем остальным закон. Вот нужно понимать, да, что если вы не входите в число друзей, то вы выиграть, скажем, у них суд не можете. Это невозможно. По этой причине не надо, да. Демократия, это некоторое такое слово для дурачков. У нас осталось не очень много времени до конца. Напоминаю, что мы проводим голосование. Вопрос. Поймет ли Путин, что нынешнее руководство правительства и Центрального банка стали его политическими противниками до того, как они его схарчат? Ответ. Да. Поймет. И что-то сделает. Телефон. 8495-134-21-35. Ответ. Нет, не поймет. И таки схарчат. Телефон. 8495-134-21-36. Продолжаем отвечать на вопросы. Здравствуйте. Слушаю вас. Алло. Да. Почему вы задаете вопрос именно в такой формулировке? Потому что я его задаю в такой формулировке. У вас вопрос есть? Вы уже перестали пить коньяк? Да. Перестал. Здравствуйте. Слушаю вас. Алло. Не хочет. Здравствуйте. Слушаю вас. Добрый день. Да. Вы знаете, я думаю, что если человек проводит такую шизофреническую политику, то он либо сам шизофреник, либо он не самостоятельный. Это вы Путина имеете в виду. Так что я думаю, что применительно к Путину второй вариант. И поэтому ставить вопрос поймет, не поймет, это просто бессмысленно. Вы знаете, политик живет в рамках совершенно других условий, не тех, к которым мы привыкли. Я еще раз повторяю, так уж жизнь сложилась, что я достаточно долго писал, ну, правда, по экономике и по вопросам деятельности правительства президенту Ельцину, но поскольку там была ответная реакция, то я по этой причине примерно начал понимать, да, на какие вещи он реально смотрит, а какие ему не интересны. Так вот, позиция Путина в рамках вот той оценки ситуации, которая у него была, она абсолютно адекватная, она не шизофреническая, но она основана на немножко другом, чем, например, у меня понимании реальности. Вот сейчас произошли события, которые это понимание реальности, сдвигает, ну, условно говоря, от позиции Путина в мою сторону. Если он тоже сдвинется, мы увидим результат. А если не сдвинется, то, соответственно, отвечайте на вопрос «нет» и проблем никаких не будет. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, меня зовут Татьяна. Вы знаете, у меня такой вопрос. Вот вы лично, вы действительно думаете, что Путин не понимает, что он сейчас стоит на краю? Я еще раз объясняю. Путин живет в рамках некоторой политической картины мира. Мы ее не знаем. Мы понимаем, что то, что происходит раскол, и люди, которых он считал своими там друзьями, сторонниками и так далее, начинают становиться политическими противниками, этот процесс идет. Вопрос только, когда он поймет, что он зашел так далеко, для того, что нужно принимать меры. Я считаю, что это нужно было делать там три года назад. А некоторые считают, что еще годик можно потерпеть. Но это уже индивидуальные оценки. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, нынешнюю, возможно, грядущую приватизацию, она кто затеял? Ну, я же уже объяснял. Вполне конкретные чиновники, которые привыкли пополнять свое личное богатство за счет взяток от тех, кто станет выгодоприобретателями от этой приватизации. Поскольку они склонны подозревать, что их скоро уволят, это последние шансы, поэтому они так агрессивно эту приватизацию и пробивают. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил, скажите, а зачем Путин, либо все эти политические убийства, во всем этом пачкаться, и зачем... Я прошу, прошу, ну, какое отношение Путин имеет к политическим убийствам? Вот зачем тем людям его пачкать, я понимаю очень хорошо. У них все понятно. Они должны были предотвратить то, что Путин с кем-то там договорится. Они этим и занимались. Вот смотрите, уже приехал, да, глава Баварии, глава Австрии, Киссинджер приехал. Долго не прижал, а тут приехал. У них была попытка предотвратить. Для этого они сказали, смотрите, куда вы едете, это же вот там, кровавый маньяк, убийца. При этом своих кровавых маньяков они вполне себе держат, да. Ходорковского держат, Невзлина держат и многих других. И ничего, нормально все, вполне себе рукопожатные. Так что это все не имеет никакого отношения к реальности. Это в чистом виде конкретная политика для достижения конкретного результата. Ну что делать? Политика, как нас учили еще в детстве, грязное дело. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Многолетний папаша, вдовец Николай. Значит, Путин, конечно, поймет, если будет также опираться на народ наш, многострональный народ, то все получится. И если еще землю раздать, то всем вот взять, поделить всю территорию. Значит, смотрите, проблемы есть. Народ-то он, народ, но народ, когда он начинает сам управлять, то выясняется, что, ну вот смотрите, да, вот вам типичный пример действий народа. В Киеве на Майдане. Да, его развели, да, его обманули, но это действия народа. Народ развели. Ну вот что с этим делать, да? Проблема в том, что надо действия народа операционализировать, то есть делать работающие структуры. У нас сейчас нет работающих структур, как правильно здесь уже отмечалось слушателям, нет ни суда, ни прокуратуры, ни много еще чего. Все надо восстанавливать. Дело это сложное, деликатное и тяжелое. Значит, мы возвращаемся, у нас уже передача заканчивается к тому опросу, который я проводил, повторю еще раз этот вопрос. Поймет ли Путин, что нынешнее руководство правительства Центрального банка стало его политическими противниками до того, как они сумеют его свалить с поста президента, или же он этого не поймет, и тогда они его вот-таки свалят. Как ни странно, все участники голосования разделились в пропорции два к одному. То есть две трети считают, что Путин не поймет и будет держать этих людей до тех пор, пока они его не свалят. То есть, иными словами, закончит он жизнь примерно так же, как Милушевич. Повторяю еще раз, две трети слушателей. А треть слушателей более оптимистично относится к судьбе Путина, утверждая, что он все-таки разберется, что к чему и сумеет этих людей убрать. То есть в этом смысле я считаю, что это голосование получилось крайне неожиданно. И на самом деле оно показывает, что люди вовсе не считают Путина в нашей стране человеком, который все видит и все понимает, в отличие от тех людей, которые делают официальные опросы. Ну и в заключение я хочу сказать, что главная вещь, которую нужно сегодня понимать, что...